Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Доступные займы. В Беларуси уменьшилась ставка рефинансирования. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при оплате кредита. Какие еще нововведения? Кошмар во сне и наяву. На Кутузова погиб мужчина. Говорит Валерка, говорит, ну мы выскочили, а тут уже пожарные и скорые. Что могло стать причиной трагедии? Живая вода. В Бобруйском районе в самом разгаре сбор березового сока. Заготавливать сок можно и в частном порядке. Такой сбор будет организован восьмилесничество Бобруйского лесхоза. Сколько просят за литр? А также союзное государство, продовольственные запасы и школьная форма. Беллехпром к новому учебному году на 70% обновил ассортимент. Как он изменится? Двухдневные переговоры. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Первым делом президенты пообщались тет-а-тет. Большое внимание уделили вопросам безопасности, развития ВПК и обороны союзного государства. По каждому, а их больше десятка, достигли согласия. На второй день прошло заседание ВГС, где глава нашей страны в очередной раз акцентировал, нужно создать совместный медиахолдинг, чтобы укрепить общую позицию. Кроме того, обсудили темы импортозамещения, углубления кооперации и развития высокотехнологичных отраслей. Ночью на Кутузово произошел пожар. Стихия унесла жизнь 55-летнего мужчины. Пока соседи приходят в чувства, следователи выясняют причину ЧП. С места трагедии Елизавета Липеева. Спокойный сон жителей частного сектора на Кутузово этой ночью прервали стреляющие звуки шифера. Пожар без преувеличений поднял на уши всю округу. Некоторые от увиденного долго еще не могли прийти в чувства. Муж пришел и будил спали. Это же начало третьего ночи было. Говорит, Валерка горит. Ну, мы выскочили, а тут уже пожарные и скорые. Спасти 55-летнего мужчину, к сожалению, не удалось. Поиск был затруднен плотным задымлением и высокой температурой. По словам соседей, погибший жил один и нигде не работал. Говорят, любил выпить и покурить. Что и могло стать причиной трагедии. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По данному факту, Бобруйским межрайным отделом следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расплавленные электроприборы, обгоревшая мебель и неузнаваемые вещи. Беспощадное пламя навело здесь свои порядки. От жизни остались лишь воспоминания о фотоальбоме, который чудом уцелел. Еще вчера здесь стояла кровать, на которой спал хозяин. Сейчас на этом месте прогоревший пол. Вокруг мрак, обугленные стены и ужасающие следы пожара. Зрелище не для слабонервных. С начала года в городе и районе огненная стихия унесла семь жизней. В масштабах страны порядка 170. Казалось бы, печальная статистика должна заставить задуматься даже самых безрассудных. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Арендная ставка, страховой стаж и весенний потоп. Крупные реки Беларуси выходят из берегов. Кого потопило? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси не изменится базовая арендная ставка. Чтобы сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса, власти приняли решение ее не увеличивать до весны следующего года. Речь о предприятиях и организациях, которые снимают помещения государственной собственности. Сейчас сумма 16 рублей 90 копеек за квадратный метр. На контроле КГК потери и недоработки стабилизационных фондов. К апрелю-маю в некоторых сельхозорганизациях весомые запасы продукции остаются нераспроданными. В итоге овощи приходят в негодность. Это связано с тем, что многие торговые сети задерживают поставки или просто не хотят брать отечественный товар. Из-за резкого потепления крупные реки Беларуси выходят из берегов. В низинах увеличивается число подтоплений. Они наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях. Вода прибывает по 70 сантиметров за сутки. Интенсивные паводки и на Березине, в Бобруйске. За два месяца к мобильному приложению ФСЗН Минтруда подключились уже 166 тысяч белорусов. Ресурс позволяет прежде всего контролировать своего работодателя. В полном ли объеме уплачиваются взносы в бюджет соцзащиты? Кроме того, можно рассчитать свой страховой стаж. В 2023-м он должен быть не менее 19 лет. Беллигпром к новому учебному году обновил школьный ассортимент почти на 70%. Полтора десятка компаний планируют выпустить более миллиона двухсот изделий, которые можно отнести к одежде делового стиля. Основная цветовая гамма – черный, серый, бордовый и синий. Появятся также другие модели обуви и аксессуаров. С заботой о людях в Беларуси с апреля снизилась ставка рефинансирования с 11 до 10,5%. Показатель изменился уже третий раз за год. Это связано с качественной работой реального сектора экономики и уменьшением инфляции. Специалисты считают, после ее выхода в марте на однозначный уровень, тенденция замедления роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023-го. Изменение ключевой ставки Национального банка повлечет за собой снижение процентных ставок по кредитам. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при оплате кредита. Например, благодаря кредиту на рефинансирование «Удачное обновление» от Беларусьбанка можно не только оптимизировать, но и снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам. Еще одним новшеством апреля стало изменение порядка приема наличных для пополнения счета в Беларусьбанке. Теперь вносить деньги в кассу при сумме от 50 базовых можно только при предъявлении паспорта. Уютный двор в Бобруйске прошел семинар-практикум. В фокусе внимания взаимодействие служб ЖКХ и центров общественного самоуправления. И стоит отметить, командная работа дает свои плоды. В нескольких районах появились современные детские площадки. О хозяйском подходе Татьяна Горбач. Результат нашей работы получился очень плодотворным, красивым. Детям очень нравится здесь играть. Постоянно в теплые дни здесь масса мам с детьми. Хочется сказать спасибо от лица многих жителей этого района, администрации нашего города за активную поддержку. Детвора по достоинству оценила скалодром во дворе по проспекту Строителей 83. Здесь есть где разгуляться. Кругом турники, качели и горки. Игровой комплекс – инициатива самих жильцов. Собрались, выбрали проект и воплотили в жизнь. После остановки этой игровой площадки я обратился к представителю совета депутатов Бобруйска Михаила Викторовича Желудова с просьбой оказать содействие при приобретении покрытия для площадки, чтобы детям было более комфортно. Были мне выведены средства ассоциаций и было закуплено покрытие. Это, наверное, хороший пример государственного частного партнерства. Семинар продолжается в администрации Первомайского района. В фокусе внимания взаимодействия служб ЖКХ и центров общественного самоуправления. Всего их семь. Занимаются вопросами благоустройства и озеленения дворов, социального обеспечения и поддержания правопорядка. Что-то решают сами на местах, а где-то обращаются к властям. Их главная опора – неравнодушные жители и особенно молодежь, которая активно включается в жизнь родного города. Действительно, когда население принимает активное участие в реализации той или иной инициативы, мы прекрасно понимаем, что и увеличивается сохранность дворовой территории, сохранность подъезда. И в данном случае это очень важно. Важно для всех нас, потому что мы понимаем, что это развитие, это процветание, это комфорт для наших жителей. В этом году в Бобруйске благоустроят девять детских площадок. Две из них установят до конца июня на Ульяновской 70А и Крылова 56. Принять участие в благом деле могут все желающие. И не только в этом. Впереди городской субботник. Наведение генеральной уборки после зимы – дело каждого. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Природный дар в Бобруйском лесхозе в самом разгаре – сбор березового сока. В планах заготовить 400 тонн природного напитка. 300 реализует предприятие «Оазис Групп». Остальное пойдет на продажу. Цена останется на уровне прошлого года – 23 копейки за литр. Лесной коктейль – целая сокровищница витаминов и минералов. Заготавливать сок можно и в частном порядке. Такой сбор будет организован восьмилесничество Бобруйского лесхоза. Это Бобруйская, Приберезинская, Брожская, Макаровичская, Домановская, Петровичская и Мирадзинское лесничество. Главное правило – нельзя подсачивать стволы диаметром меньше 20 сантиметров. Береза должна быть с хорошей корневой системой и богатой кроной. За нарушение правил сбора грозит штраф до 640 рублей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»